В эфире новости в студии Елена Солонина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске смотрите. В эфире новости в студии Елена Солонина. Здравствуйте! В соответствии всем канонам ислама. Рядом с командиром добровольческого батальона имени Дудаева Исой Мунаевым. Похороны проходили под усиленной охраной полиции. Дежурили даже автоматчики и взрывотехническая служба. Мать и муж Амины, доброволец чеченского батальона Адам Осмаев, сегодня находятся под усиленной охраной правоохранителей. Сразу две аварии на газопроводах и одна на линиях электропередач произошли за сутки на южном побережье Крыма. Сейчас ведутся ремонтные работы, а пророссийские правоохранители выдвигают свои версии взрыва. Подробнее об инцидентах далее в сюжете. Продолжение следует... Детали не разглашаются. Под утро взрыв произошел еще на одном газопроводе среднего давления. Около пяти утра в районе села Запрудное был поврежден второй газопровод. Без голубого топлива остались еще 7 тысяч потребителей. Что касается электроснабжения, то перезапитали сразу на другую линию. То есть люди не пострадали по электроснабжению. По электроэнергии надо, чтобы восстановить опору и линии где-то в течение 72 часов. А по газоснабжению в течение, я думаю, двух дней тоже. Крымские правоохранители прорабатывают все возможные версии аварии. Одной из главных версий, естественно, считают диверсию. Как следствие, около двух часов ночи российские власти перекрыли все пункты пропуска на админгранице с Крымом. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Не пропускали людей ни с полуострова, ни на него. На границе возникла большая очередь, но ближе к обеду работа пунктов восстановилась. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Окупанты полностью прекратили оформление всех транспортных средств на проте всех КПВ на темчасовой оккупированной территории. Тем временем в Крыму Росгвардия стягивает правоохранители Калужки. А очевидцы с места инцидента рассказывают, что все южное побережье оккупированного Крыма оцепили, проверяют все проезжающие автомобили. Александр Белов, Новости, ЮАКрым. Новым мэром Ялты стала Елена Сотникова. За нее проголосовали все депутаты. Она известна тем, что возглавляла в 2014 году пророссийское управление Министерства юстиции по Крыму. Выписала себе премию в 65 тысяч рублей и уволилась после этого. Более активно защищать права крымских татар призвал президент Украины, чиновников во время визита в Саудовскую Аравию. Петр Порошенко заявил об этом во время встречи с генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Туда входят представители Саудовской Аравии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара и Омана. Также президент Петр Порошенко представил на встрече лидера крымско-татарского народа Мустафу Джимилева. 4 ноября бывшая резиденция крымских ханов отметит свое столетие со дня основания. К юбилейной дате во дворце ведется реставрация. Из-за прогнивших стропил на старинной мечети снята кровля. Однако, по словам специалистов, главная опасность в том, что работы проводятся без необходимого проекта. Это говорит о том, что ведется не реставрация, а ремонт. Специалисты подчеркивают, подобные спешные работы, привязанные к юбилею, могут только навредить, а не улучшить состояние дворца. Напомню, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры был построен в 16-м столетии. Он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. У нее забрали родину, дом, но она не сломалась. История переселенки из Крыма, которая получает в Киеве второе образование и проводит выставки по всей Украине. Рассказала, как поменялось ее творчество после переезда в столицу. В мастерской художницы побывала Юлия Никадюк. Так они искали себе новый дом и нашли. Крымская художница Ольга Самойлик-Иванюк переехала с полуострова в Киев сразу после аннексии в апреле 2014-го. Вот в таких свертках ей удалось перевести около полусотни полотен. Это меньшая часть ее работ. Однако больше ста пришлось оставить. С ними возникли проблемы на админгранице. Когда я уезжала, я смотала, я называю это «Троянский конь». У меня было там работ 20, но их запокопали в такие деревяшки. Боялись, что оружие будут туда-сюда провозить. Просто потому что оно было запаковано как картина и неизвестно, что там было. Вернули домой. В Крыму девушка училась на дизайнера интерьеров, но со временем увлеклась живописью. Проводила выставки в родной Ялте и Симферополе. Переехав в Киев, художница за три года уже презентовала свои работы не только в столице, а также в Одессе и Харькове. По словам Ольги, очень даже успешно. У меня очень много покупателей, но они мои друзья уже, потому что мы с ними разделяем. И, конечно, хочется, допустим, если нужны деньги, то ты можешь продать какое-то количество, что их тому везут. Но, как правило, мы даже ищем как-то по духу. Однако в Киеве крымчанка не только рисует, но и учится в университете. Девушка хочет стать историком. И хотя в столице у Ольги уже появилась новая работа, покупатели и мастерская, она часто тоскует о Крыме. В Киеве художница начала писать натюрморты. На ее картинах появились персики и гранаты. Краски стали теплее и ярче. Ольга говорит, это влияние холодного климата. Именно в Киеве она написала картину «Ялтинское утро». Одна из моих любимых картин, ну, Ялта, это Ялта. А вот это вот глициния, как виноград. Гроздья, гроздьями цветет это растение. Фиолетовый – это мой любимый цвет. Поэтому фиолетовые горы, фиолетовые цветы. Крымчанка делится. Любовь к искусству дала ей силы после переезда. В ближайшее время в Киеве Ольга Самойлик-Иванюк хочет провести выставку своих новых картин. Юлия Никодюк, Сергей Новиченко, новости ЮАКрым. На полуостров пришла настоящая зима. За последние дни в Крыму выпало так много снега, что были обесточены электросети. Из-за этого в горах на трассе Симферополь-Ялта парализовано движение троллейбусов. Пассажирам приходилось выходить и толкать транспорт. Сейчас троллейбусы уже вернулись в парк. Однако линии электропередач до сих пор обесточены. Ведутся ремонтные работы. Напомню, именно по трассе Симферополь-Ялта проходит самая длинная в Европе троллейбусная ветка. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Елена Солонина. Смотрите нас по будням и подписывайтесь на ЮАКрым в Фейсбук. Далее тема дня с Георгием Спасококотским. Георгий, здравствуй. Расскажи, кто сегодня у тебя в гостях и о чем будете говорить? Сегодня у меня в гостях Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Обсудим, что нового будет рассматривать в этом месяце организация Объединенных Наций в контексте ситуации с правами человека в Крыму. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова